Если я проиграю эту войну, я начну новую под фамилией своей жены. Это Маша Даян, министр обороны Израиля, герой шестидневной войны, моя любимая цитата. Я почему ее вспомнила? Военные, жена. И мы говорим сейчас с моего подругой, соратницей, женой известного оппозиционного белорусского политика Николая Статкевича Мариной Адамович. Если что, он может взять ее фамилию. Здравствуйте, Марина. Марина, читая о вас и о вашем муже, о том, что происходит сейчас в Белоруссии, я не могу не задать этот вопрос. Николаю 64 года. Он очень много лет в политике. Этот человек, который преподавал военные науки еще в советское время и первый начал преподавать на белорусском языке, за что был гоним отовсюду. Он единственный из видов белорусских военных выступил против путча 91 года и тоже подвергся обструкции. Он много лет занимался военной доктриной Белоруссии и, в общем-то, она была принята за основу. Он много лет занимался проблемами военных. Он был популярным кандидатом президента и был арестован шесть лет строгого режима с постоянным ухудшением условий содержания. И вот он вышел на свободу и сейчас он опять в тюрьме. У нас на самом деле очень простой жизненный принцип «делай, что должно». Мы считаем и для нас очень важно и, наверное, главное, чтобы вот эта страна была свободной, чтобы человек в ней чувствовал себя человеком, чтобы она была независимой, развивающейся, динамично и действительно страной для жизни. Очень удобную формулу вот нашел как раз блогер Тихановский. На том стою и не могу иначе, и других вариантов для нас, наверное, нет. Вместе с блогером Тихановским, популярным блогером Тихановским, ваш муж был арестован 31 мая. И что происходит сейчас с ним? Что происходит с блогером Тихановским? Что вообще происходит вокруг вас, вокруг президентских выборов и вокруг лидеров общественного мнения? Ну, на самом деле, это чуть-чуть уточню. Блогер Тихановский был участником нашей стратегии, вот этой избирательной кампании, которая была разработана не сегодня. Он выдвигался как кандидат протеста, то есть для того, чтобы использовать эту кампанию, ну, чтобы приблизить в Беларуси перемены, ибо, к великому сожалению, электоральная победа в Беларуси в случае, когда выдвигается Лукашенко и считает Пермошина, ну, мягко говоря, очень маловероятно. Блогер Тихановский был арестован ранее в поездках, начатых в рамках этой кампании в Беларуси 29 мая вместе с группой своих соратников в Гродно после очень грубой такой провокации, которую скрыть, грубость которой власти скрыть не удалось, потому что сейчас каждый сам себе режиссер, то есть огромное количество видеоматериалов появилось. Николай был арестован 31-го по дороге на легальный избирательный пикет, который, на который он призвал неравнодушных людей, в том числе и чтобы потребовать освобождения Тихановского, чтобы продемонстрировать вот эту вот поддержку. Надо сказать, что увидев вот эту огромную поддержку, власть, скажем, ну, я тут парламентских выражений как бы не наблюдается, власть слишком рано применила свой традиционный механизм подавления любого недовольства, то есть ужесточения репрессий. Хватают на улицах, хватают возле дома, отправляют людей без каких бы то ни было оснований, только за участие в предвыборном пикете на 15 суток, меньше практически сейчас никому не дают, даже если это люди, которые буквально в смысле мимо проходили. Что касается Тихановского, увидев вот это общественное недовольство, градус общественного возмущения, власти не сумели предъявить ему обвинение по той статье, по которой планировалось, то есть могла санкция, которая предполагает до шести лет тюрьмы. Они в полете, что называется, перевернулись, предъявили ему обвинение по 342 статье, по которой проходила часть фигурантов площади, в том числе вот Ира Харип, которой вы хорошо знакомы. То есть это подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ну, я думаю, без комментариев. Что касается других людей, ситуации вокруг выборов, то только за месяц после объявления этой кампании более ста человек попали за решетку на административные так называемые аресты. Огромное количество людей было оштрафовано. Сейчас вот начались вот такие очень грубые, неприкрытые, скажем, нападения на популярных претендентов-кандидаты, которые остались на свободе, которые своей, в общем-то, риторикой пытались власть как-то немножечко успокоить. Я имею в виду, прежде всего, банкира Виктора Бабарина. Вот такая вот у нас ситуация. То есть компания очень интересная, компания необычная. Общественное возмущение очень велико. И во что это выльется, чем это закончится. Удастся ли власти традиционными, привычными для себя методами погасить? Недовольство общества, его готовность стоять за перемены. Ну, никто сегодня предсказать не может. А вы действительно думаете, мы просто наблюдаем за происходящим в Беларуси? Мы, россияне, наблюдаем с большим удивлением. Потому что казалось уже, что белорусы невероятно терпеливый народ. Невероятно терпеливый. С одной стороны. С другой стороны, Лукашенко выглядит по сравнению с нашим Путином уже чуть ли не либералом. Поэтому нашей колокольне кажется, что, во-первых, белорусы поднялись и лопнуло терпение. Почему она лопнула? Один вопрос. И второй вопрос. Ну, послушайте, у нас же не лопает терпение, у россиян. А Путин, в общем, не такой, как Лукашенко. Лукашенко уже действительно прямо даже как-то немножко даже где-то зайчик. Ну, я бы не согласилась, скажем так, с первым вашим доводом, что Лукашенко по сравнению с Путиным как бы либерал. И вот сегодняшние события в Беларуси, да, прямые угрозы там уже банкиру, аресты ближайшего его окружения, более 15 человек, публичные обвинения, оскорбления, аресты всех политических оппонентов. Это как бы не совсем в рамках либеральной. Да, но всего 15 суток, боже мой, у нас же 4 года, это норма. Никто не даст гарантии, во что эти 15 суток выльются. У нас есть такая практика, что можно тихо осудить в тюрьме еще раз, и еще раз, и еще раз. Как, например, вот блогер Дмитрий Козлов, серый кот, которому в сумме, ну, скажем так, наваяли 115 суток, по-моему, ареста. По административным делам, по разным-разным протоколам. Что касается ситуации, то, наверное, в ЦИПе, в Центре изоляции правонарушителей ситуация намного более гнусная, чем в местах лишения свободы, чем в местах содержания подозреваемых в уголовных преступлениях. На сегодняшний день, например, там, ну, сделали все, чтобы наши близкие не получали никакой поддержки. То есть, вплоть до того, что просто под предлогом ухудшения эпидситуации запретили передачи. Я бы хотела напомнить, что даже в больницах перепрофилированных под прием ковидных больных передачки все-таки никто не отменял. Оставить людей наедине с потенциально инфицированными, без средств защиты, без воды, без средств гигиены, ну, по-моему, это по меньшей мере садится. В России, тем не менее, передачи запрещены уже почти три месяца во все места лишения свободы, в том числе и в следственные изоляторы. Поэтому здесь мы идем голова к голове. Да, это очень гнусно на самом деле, потому что получается, что власти ставят людей, находящихся и так в уязвленном состоянии, ну, в прямую угрозу заражения. Я этого иначе не могу, скажем, квалифицировать, классифицировать или как-то определить. Тем не менее, в Беларуси была амнистия, прошла амнистия, в отличие от России. Причем амнистия в том числе и предпринимательская, например. Вы как-то почувствовали, что амнистия, гуманизм все-таки нет? Вы знаете, я полагаю, что нет, тем более, что вот вы видите сегодняшнее, вчерашнее событие, свидетельствует о том, что все это разворачивается очень быстро. Плюс к тому, ну, например, у нас громкое событие. Изменили нижнюю санкцию статьи 328, которая касается обвинений по наркотическим преступлениям. Но по нижней санкции практически никогда никого не судили в нашей стране. Вот такого рода это действие, то есть декоративное. То есть нижняя санкция – это нижний предел. То есть, допустим, от нуля до 12 лет дают за какое-то преступление. И хотя есть ноль, все равно, допустим, меньше 10 никому не дают. Это поясняю я тем, кто вдруг не в курсе. Нижняя планка, да. То есть, вроде бы, как у нас и гуманизм. Кстати, вот на днях привели в исполнение очередной расстрельный приговор. Ну, как стало известно правозащитникам. Это вот к вопросу. Демонстрации автозаков по улицам городов перед мирными пикетами. Там посты ГАИ каждые 5 метров, которые пытаются остановить всех водителей, которые сигналят стоящим в очередях подписаться. Ну, какие-то такие смешные, очень известные, очень давние, ранее работавшие, но, наверное, уже потерявшие свою актуальность в мире. У него еще может получиться. Он еще может испугать людей. Но вот абсолютно уверена, что ненадолго. Почему? Почему? Почему белорусы поднялись? Почему? Почему сейчас? Ну, во-первых, есть такая особенность. Не знаю, только ли у белорусов, наверное, не только, что и любая электоральная кампания, именно президентская кампания, она всегда поднимает политизацию в обществе. А ужас, который испытывают белорусы, осознавая, что после 26 лет он еще хочет остаться на 5 лет, то есть получить 31 год власти над нами на сегодняшний день, она, конечно же, очень возбуждает вот эти вот поиски альтернативы. Плюс тяжелая экономическая ситуация, отсутствие договоренности с Россией по тому же самому газу. Наверное, вот сегодняшние наезды на Белгазпромбанк не только с личностью Бабарыка связаны, но и с попытками, привычными способами порешать вопрос. Эпидемия ковида, которой в нашей стране нету, у нас есть только коронапсихоз и так далее, при которой проводятся парады, при которой не отменяются массовые мероприятия, при которой в единственной стране в мире проводится чемпионат по футболу, какие-то хоккейные турниры на призы президента. То есть люди понимают, что страна сознательно ставится в угрозу заражения, что наши жизни вообще ни во что не ставятся ради вот этих вот цатов. Это тоже, наверное, в определенной степени очень повлияло. Страх, попытки самоизоляции в течение двух месяцев, когда люди варятся в собственных мыслях, тоже, наверное, имело место быть. Никто не ждал, что будет такая кампания. Все ожидали еще хуже, чем в 15-м году. Именно поэтому мы предприняли все попытки, скажем, этот градус общественного интереса подогреть, ну и получили совершенно, я бы не сказала даже, что ожидаемый, а совершенно незаконные ответы при регистрации, например, кандидатами, инициативной группы по выдвижению кандидатами к президенту. То есть когда у власти сносят, извините, крышу, то перестают действовать даже декоративные. Сейчас это движется туда же, в том же направлении. Виктор Бабарыко, который вы уже несколько раз упоминали, банкир, бывший председатель очень большого банка, где есть название ГАЗ. Он для нас, для наблюдателей из России, выскочил как черт из табакирки. То есть мы ничего о нем не знали, ничего о нем не слышали, и вдруг мы видим, как он набирает популярность в Беларуси. Человек, которому не дали и не дают и не дадут телеэфир, радиоэфир, тем не менее вдруг стал человеком, о котором говорят. И вы говорите о нем с сопереживанием и симпатией. Расскажите, потому что он же в общем прямой конкурент политику вашему мужу. На самом деле для меня это сложный вопрос, и я еще не имею на него готового ответа. Мне фамилия Бабарыко известна давно, поскольку я интересуюсь культурой и с огромным уважением относилась к проектам Белгоспомбанка по возвращению в Беларусь культурных ценностей, по проведению художественных салонов, по переводу, например, книг Алексеевич на белорусский язык. То, что банкир Бабарыко готовится к политической карьере для нас стало очевидным, для тех, кто наблюдает, стало очевидным как минимум полгода назад, где-то плюс-минус. Он резко активизировался в интервью, он стал давать некие политические оценки, в чем раньше не был заметен. Ну, то есть мы его заметили, скажем так, правда, очень немного, наверное, тех, кто это заметил. И вот эта вот попытка сыграть в то, что я вчера приняла решение, честно говоря, ну, не вызвала у меня никакого доверия, потому что очевидно было, что решение готовится, что технологически человек готовится и так далее. Цели, почему, зачем, не знаю. Я не знаю, зачем это сделала Бабарыко, но вот первое его заявление, например, лично у меня, вызвали, ну, такое, очень, мягко говоря, недоумение. То есть я бы даже сказала обиду. В попытках, как это, понравиться всем, он, по сути, перечеркнул жизни, усилия, идеалы, ну, целого поколения людей, которые стояли против вот этой власти на протяжении последних 26 лет. Это, конечно, симпатии не добавило. Потом он стал потихонечку выправляться. В риторике появилась независимость, которую мы никому не отдадим, необходимость развития белорусского языка и так далее. Что сейчас происходит, мне очень трудно сказать. Я думаю, что... Поживем, увидим. Я думаю, что зарегистрировать, если не зарегистрировать сейчас группу Бабарыки, ну, выборы закончатся, но, возможно, Лукашенко это и нужно, чтобы на участках просто никто не появился. Есть слух, что Бабарыка пророссийский кандидат, что якобы занял свои какие-то российские силы. Очень трудно подумать, что он не имеет поддержки в каких-то кругах в России, когда он 25 лет работал на дочку Газпрома, правда? Белый Газпромбанк, прямая дочка Газпромбанка, но Газпромбанк в свою очередь. Поэтому я думаю, что, конечно, какой-то поддержкой со стороны российских кругов он заручился, но, возможно, он будет хорошим, ну, как это сказать, переходным кандидатом, который сумеет как-то балансировать между интересами России и Беларуси. Хотелось бы так думать. Марина, Марин, у меня вот какой вопрос. Все известные мне и заметные в Беларуси серьезные лидеры общественного мнения Беларуси – это так или иначе элита. Николай Статкевич, ваш муж, это военная элита. Бабарыка, преподаватель, ученый, автор военной доктрины. Бабарыка, банкир, серьезный человек, да, совершенно включенный в элиту. Старый мой хороший друг, давно уже живущий вне Беларуси, там, Андрей Санников, бывший замминистра иностранных дел. То есть это не, как в России, это не блогеры, не молодежные лидеры, которые сегодня есть, автор нет. Это люди, у которых могло бы все сложиться иначе. Поддержи они, ну, хотя бы для проформы, Лукашенко и вообще действующую власть. И ведь вы очень многим рискуете. Вы-то вообще уже, понятно, потеряли свободу, потеряли очень много всего, сидели в тюрьме в тяжелейших условиях. Андрей Санников вынужден был уехать, и тоже сидел в тюрьме. И вот сейчас в неприятности у Бабарыка. Почему, почему белорусская элита так сопротивляется? Вам же проще было бы сказать, хелло, Лукашенко, да, ты наш отец родной, привет. Ну, я, мне трудно сказать, что побудила вот сегодня, например, Бабарыку выдвинуть свою кандидатуру, ибо все-таки 26 лет полной вовлеченности, скажем так, в структуры, ну, не власти, но бизнеса, может быть, да, белорусского. Успешная, благополучная карьера, которая, кстати, сейчас используется как козы против нас, например, или вот упомянутых вам там Санникова и Статкевича, ибо вот же они успешные люди, а эти чего добились, да? Эти потеряли гораздо больше, чем имела на старте Бабарыка, в то же самое время Бабарыка, согласитесь. Николай был с готовой докторской диссертацией, причем уникальной совершенно, он специалист по теориям систем, по теориям взаимодействия человека-машинных и так далее. Таких тогда вообще не было. Это была первая диссертация вот того, по тому времени, наверное, в Советском Союзе. Таких выдержки, доступные в открытой печати, из нее до сих пор цитируют, что называется. А Андрей Санников, заместитель министра иностранных дел, поэтому у каждого, наверное, приходит свое время выбора, правда? Кто-то сопротивлялся с первых дней, осознавая, куда катится Беларусь, кто-то начал это сопротивление, вот как Николай, ну, собственно говоря, первое яркое его выступление, появление как политика, это ГКЧП. До этого он создавал в армии, в ячейке, такие, ну, как это сказать по-русски, культурницкие, ну, наверное, вы меня поймете, да? Пытались создавать белорусское в белорусском войске, пытались создавать белорусское войске, да? То есть когда уже стало понятно, что Советский Союз. Национальная армия, да. Они сделали свой выбор раньше, за свой выбор они действительно очень жестоко заплатили, жестко заплатили. Андрей Олегович до сих пор не может вернуться в страну. Да, много на самом деле людей, которые заплатили жизнью, здоровьем, родиной, вынуждены были покинуть родину, как та же самая Наташа Радина, как тот же самый Дмитрий Бондаренко, большое количество белорусских активистов, которые после 10-го года из страны уехали. Вот, ну, сейчас новые времена, и, очевидно, вот осознание выбора, в конце концов, понимание, как ты будешь смотреть в глаза своим внукам, вынуждает вступать на скользкую дорожку новых людей. Правда, и с другой стороны, это еще и предчувствие перемен. То есть когда понятно, что все это долго не продлится, многие люди начинают выбирать другой путь. Марина, а вы действительно верите, что сейчас перемены возможны? Именно сейчас? Я практически уверена, что перемены будут. Я далеко не уверена, что они, ну, вернее, даже совсем не уверена, что они связаны будут непосредственно с днем выбора. Но они могут наступить вот абсолютно в любую минуту. Вот сейчас ситуация такая. Конечно, Лукашенко всеми силами демонстрирует, что он будет стрелять в нас, что он будет нас сажать, что он там просит против нас, там, не знаю, бронетранспортера, как это уже было в 17-м году, там, там, бог знает, какие там машины для преодоления баррикад. У нас, оказывается, такие тоже есть, там, водометы и так далее. Ну, на всех на нас, наверное, не хватит в тюрьме, в любом случае. То, что называется кишка тонка, я очень верю, что экономика, что вот те необратимые, необратимый ущерб, который эта власть сейчас сама себе наносит, он приведет к переменам в очень ближайшем будущем. Ситуация с COVID-19, ситуация с конкурентами, ситуация с экономикой. Это вот все сейчас, наверное, впервые сложилось против Лукашенко. Раньше у него была какая-то такая совершенно сатанинская везучесть. То есть внимание от Беларуси в самые тяжелые времена всегда оттягивали какие-то внешние факторы. Марина, волею судеб, вы большой специалист по белорусским тюрьмам. Помотались. И, к сожалению, да, и мотаетесь сейчас. Я очень много слышала, изучала белорусские тюрьмы. Сама не была, но, конечно, разговаривала со многими бывшими узниками. У меня такое впечатление, что белорусские тюрьмы это вообще что-то особенное, что-то выдающееся. Потому что даже в России в самых страшных тюрьмах нет такого, о чем рассказывают белорусские узники. Начнем с самого главного, что, например, в Белоруссии абсолютно нормально для одного человека нет адвоката. Адвокаты просто не допускаются. Белоруссия страна, в котором невозможна адвокатская помощь. Во-вторых, конечно, такое явление, у нас, конечно, оно тоже есть в России, тюрьма ФСБ, как Лефортово, например, или один централ в матросской тишине. Но, тем не менее, в Белоруссии тюрьма КГБ это тоже норма. И она какая-то гораздо более укорененная, чем в России. Издевательство над политическими узниками тоже введено практически в правила. Расскажите, как относятся к политическим узникам другие заключенные? Есть ли у них какие-то особые отличия в отношениях? Да, ну, вообще, конечно, мой опыт, он уже немножко, может быть, устарел, слава богу. Ну, у вас сейчас новый опыт, к сожалению. Но, во-первых, я хочу сказать, что в 2010 году наши власти практически уничтожили институт адвокатуры как институции в стране. Ибо те адвокаты, которые пытались совершенно ответственно исполнить свой долг перед своими доверителями, скажем так, перед людьми, чьи интересы они взялись защищать, потеряли лицензии по самым невероятным основаниям. Минская городская коллегия адвокатов и республиканская коллегия адвокатов их не поддержала. И после этого она, в общем, утратила свою функцию, ну, как я понимаю, институциональную. А то, что происходит сейчас, знаете, мы иногда не можем найти адвокатов для посещения наших близких в тюрьмах или даже в том же самом центре изоляции правонарушек. Они просто отказываются очень много. То есть, зачем нам, дескать, неприятности? Это действительно имеет место быть. Те адвокаты, которые выполняют свой профессиональный долг, честно, до сегодняшнего дня минимум чего они могут ждать, это внеплановые какой-то там проверки, это переаттестации, или вот по-прежнему, например, как это было с Анной Бахтиной три года назад, лишение лицензии. Лучшие, лучшие адвокаты нашей страны, на самом деле. Допускать, не допускать, это, ну вот же, стена, да? Стена, железная дверь, там это окошко. Все чувствуют себя в полной безнаказанности. Не далее, как в четверг, в пятницу, адвокат попался попасть к Николаю Статкевичу, адвокаты пытались попасть к другим задержанным, которых зачем-то из Мозыря, из других городов перевезли для отбывания вот этих пятнадцати суток в ЦИП, в Минск. Зачем? Скажите мне, пожалуйста, там есть свои изоляторы. Надо думать, что этих людей сейчас просто прессуют, надо думать, что сейчас с ними работают какие-то оперативники, кстати говоря, пока еще передачи были разрешены. Я просто обратила внимание, сколько молодых холеных людей в галстучках, в костюмчиках вот выходит и заходит через проходную этого центра изоляции правонарушивания. При этом эти люди полностью лишены адвокатской защиты. Да, это на самом деле все так. Что касается других условий, что касается, например, бытовых условий, это распространяется абсолютно на всех заключенных. Вы знаете, у меня совершенно искаженное сознание, я когда читала дневники Магнитского, вы знаете, на что я прежде всего обратила внимание? Он писал там огромное количество жалов, он фиксировал все нарушения. Я думаю, боже мой, холодильник в камере. Горячая вода, которая там была отключена, это вообще как? Я стала писать своему мужу. Говорю, ну ты меня простил, мне за два года вообще даже не пришло в голову спросить, телевизор у тебя там что-то такое, да? Правильно, мне совершенно правильно не пришло в голову этого спросить, потому что этого не может быть. Телевизор еще мог быть в камерах, но когда вот в американку нашу попали, все эти, скажем так, что такое американка? Это тюрьма, внутренняя тюрьма КГБ, которая находится непосредственно вот внутри комплекса зданий КГБ, построенная там по модели американской тюрьмы. Это круглое здание, очень хорошо описано в воспоминаниях узников 10-го года, на 18 камер, абсолютно изолированная от внешнего мира, хотя находится вот в центре города. Там в основном, в другие времена, содержат в основном экономических, так называемых преступников, а попросту людей, которые позволили себе заработать больше, чем кому-то кажется возможным и, может быть, не поделиться. Но во времена таких вот политических кризисов туда помещают правила оппонента в режиме. Что касается вот последнего, как к ним относятся другие узники, то на самом деле с уважением. Во всяком случае, после 10-го года это было так. На самом деле с уважением. Вплоть до того, что Николаю говорили, что ну вот да, я же за свое сижу, а ты за всех людей. Это очень чувствует администрация, особенно когда им идут огромное количество писем, телеграмм и так далее, открыток. Первые попытки, основные, это просто лишить их этих писем. Но на самих-то тюремщиков это очень действует разлагающе, ибо они видят, что вот этого конкретного человека, который вроде бы обычный хулиган, или вроде бы там обычно не знаю кто еще. В основном это, конечно, какие-то бытовые статьи, это какое-то хулиганство, неподчинение, то, что сейчас пытаются. Вот. Идет такая огромная поддержка. И все время пытаются натравить на них обычных заключенных. Но иногда это удается, особенно в закрытых, особенно вот в тюрьмах именно, то есть не в колониях, а в тюрьмах. Но чаще всего это все-таки конкретные провокаторы, то есть специально посаженные люди, а обычные заключенные, я не хотела бы идеализировать, но обычно какую-то поддержку. Это был такой момент, прочитав про который, я сама, честно говоря, рыдала. Когда у Николая был день рождения, первый день рождения в колонии, он еще тогда был, 12 мая 2011 года, администрация колонии сделала все, чтобы изолировать его от других заключенных, он говорит, целый день у него на кровати лежали какие-то подарки. Только вот там надсмотрчик этот, не знаю, как его там назвать, отвернется, у него лежит то какая-то ручка, то какая-то конфетка, то какое-то там, не знаю, шоколадка. Кто-то там на кухне умудрился испечь ему торт, ну то есть вот от отряда. А один заключенный, у которого вообще не было поддержки со свободы, то есть который был один, отдал ему краю кухни, подарил ему вот свою краю кухню. Вот такой. Марина, что такое политическая популярность в Беларуси? Вот вы идете по улице с Николаем, вас узнают, как реагируют, как реагируют. А то его Америке продался проклятый шататель режима или «Николай, мы за вас!» Или «Николай, мы за вас!» Как это происходит? Что это бывает? Или вообще не узнают, боятся? На улице мы ни разу не слышали насчет Америки продался. Очень много узнают люди, это правда. Молодежь бежит сделать селфи. То есть это вот у нас просто по улице пройти невозможно, потому что обязательно кто-то подбегает. Ой, а вы? А это вы? Да, это я. А можно с вами вот сфотографироваться. Люди постарше, вот просто, а можно пожать вашу руку? А спасибо вам большое за то, что вы делаете. Ну и как мой муж смеется, говорит, я не могу, то есть моей жене, говорит, очень нравится ходить со мной по базару или по магазинам, потому что ей всегда делают скидку или вообще пытаются хоть что-то всучить бесплатно. Такое тоже не знаю. Президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Это вечная проблема для россиян, например, ходить или не ходить на выборы. В Беларуси есть какая-то уже едино-оппозиционная стратегия? Нет еще? У нас, как всегда, вот эта политизация общества приводит к бесконечным спорам, но я это называю, извините, остроконечники и тупоконечники электорального процесса, поскольку, исходя из того, что, ну, действительно, выборов, как понятие выбора народного волеизъявления в Беларуси уже давно не практикуется, вот эти взгляды, они абсолютно полярны, и они вот приводят к такому вот локальному расколу. Сейчас появился тот самый Виктор Бабарика, который очень настойчиво зовет людей на выборы и пытается рассказать, что, ну, никаких там у нас особенных фальсификатов не было, он просто, я надеюсь, он просто некорректно выразил свою мысль. И что, ежели там 80% проголосуют за него, то никакая власть не сможет фальсифицировать эти выборы. Для этого сторонники Бабарики очень массово пытаются записывать, не только Бабарики, конечно, а люди, которые думают, что через выборы еще что-то можно изменить, они активно очень подают заявки на включение в состав участковых избирательных комиссий, выдвигаются наблюдателями, хотя вот в этом опыта уже у белорусов очень много, и многие, кто этот опыт уже имеют, берегут, скажем, берегут свое здоровье, ибо когда мы ставим наблюдателей на выборах, потом всю ночь я их отпаиваю коньяком и валерьянком, когда они приходят вот такими вот трясущимися руками с участков и так далее. Я просто думаю, что в ближайшие дни, буквально вот 24 июня, ну да, июня уже, завершится формирование участковых избирательных комиссий и вот уже на основе вот этого, да, пройдет ли кто-нибудь, сколько людей будет включено в эти комиссии, можно будет действительно говорить о какой-то общей стратегии или во всяком случае о попытках ее выработать. Может быть, сумеют договориться те и другие, как вести себя. На сегодня, к сожалению, нет единства. Но большое количество людей, я просто закончу мысль, большое количество людей, которые очень давно не ходили на выборы, собрались туда идти, конечно, если их кандидат будет зарегистрирован. Я зрителям напомню, я просто порекомендую погуглить, когда были несколько лет назад выборы в Молдове, был такой пророссийский, страшно популярный кандидат, его невозможно было не запомнить, потому что имя сочетания Рената Усатый. И он привозил очень много в Молдову русских популярных исполнителей, Киркоров, Басков, ну все как надо. И как он моментально исчез, когда окончилась компания? Между прочим, он был связан с РЖД, и он вице-президент был РЖД, и так он растворился и пропал в России, хотя это было страшно-страшно популярно. И он говорил, а нет, 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 я не связана с Россией, просто люблю Киркорова, а он любит меня. Окей, посмотрим, что будет с Киркоровым в глобальном смысле слова в Беларуси, в этом смысле. Но вот скажите, если не Лукашенко, то кто? Кто может удержать страну от распада? Кто может защитить простого белоруса? Разве люди без такого огромного опыта управления 26 лет у руля государства? Разве может кто-нибудь сравниться с этим масштабным политиком и человеком? Если не Лукашенко, то кто? Ну, обычно на такие вопросы я вопрошающему отвечаю. А чем вы хуже? Ну, то есть, я полагаю, что в Беларуси есть достаточное количество разумных управленцев, грамотных людей, людей с задатками лидера и политика, которые на сегодняшний день не востребованы. Даже в недрах вот этой власти я полагаю, что найдутся люди, которые способны управлять современной страной. Во всяком случае, дать ей возможность, дать ей шанс развиваться в необходимом направлении, вот в переходный период, это будет в любом случае, наверное, тяжелое очень время. Нам так или иначе надо его пережить, ибо, ну, конечно, можно оставаться вот, да долго ли в таком состоянии, в котором сейчас страна находится. Можно ли сохранить независимость, можно ли сохранить государственность в угоду чарки и шкварки. Я не знаю. Думаю, что найдутся люди, думаю, что они уже есть, думаю, что даже из вот нынешних выдвижентов, ну, как минимум, несколько человек могут руководить страной. При условии того, что у нас будет избран нормальный парламент, будет проведена системная реформа судебно-исполнительной власти. Ни один диктатор не представляет себя на пенсии. Понятно, осень, осень патриарха нам все рассказала об этом. И ведь Лукашенко вряд ли представляет себя пенсионером в совхозе, сидящим на завалинке, читающим газетку и про себя переживающим, что делает там следующий президент. А вообще, это возможно? Вот представим себе, что тот самый, если не Лукашенко, то кот, некий кот, стал президентом Белоруссии. Любой человек. Что сделать с Лукашенко? Вообще, пенсия диктатора, это возможный вариант развития событий? Вот это, кстати говоря, опять-таки, еще один водораздел, полярный водораздел, который поляризует белорусское общество. Ибо я, например, действительно готова была бы давать ему даже какие-то гарантии. Понятия простить. Поставь, даже не понятия простить, просто уйди добровольно. Очень мало шансов на то, что он не будет судим на самом деле, но только судом, только независимым судом. Но по мне пусть он живет, пусть он уезжает. Просто оставь эту страну в покое. Но есть огромное количество людей простить неготовых, потерявших близких, потерявших вообще жизнь, будущее, вынужденных уехать не потому, что им там хотелось уехать в какую-то страну. Не по причинам экономической миграции, а по причинам невозможности жить и обеспечить будущее своих детей здесь. Очень много людей, которые простить или даже не простить, а просто жаждут крови. Я, правда, у белорусов это очень расходится слова с делом. Я на сто процентов почти уверена, что вот эти люди там призывающие к кровавой расправе все-таки согласятся со справедливым судом, будем говорить так, или даже с вариантом, когда Лукашенко сможет страну покинуть. Но пока вот нету в стране консенсуса. Спасибо, Марина. С нами была Марина Адамович, жена Николая Статкевича, доктор, юрист. И Николай Статкевич незримо присутствовал с нами. Спасибо. Спасибо большое, Ольга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok